Издательство Эксмо. Дарья Донцова. Скелет из пробирки. Глава первая. Ничто так не поднимает настроение, как покупка напрасной, абсолютно бесполезной вещи. Все эти керамические свинки, крохотные коробочки, миниатюрные чашечки. А в Гуми имеется магазин под названием «Гостиная тетушки Эмили». Вроде и невелика ловчонка, всего одна небольшая комнатушка. Но провести в ней можно целый день, разглядывая всевозможные очаровательные штучки. Даже мой муж, Олег Куприн, попав туда однажды, разинул рот. Правда, постояв так минут пятнадцать, он потом все же спросил. «Ну и какой в этом прок?» «Что ты имеешь в виду?» — спросила я, вертя в руках милую плюшевую собачку размером с полмизинца. Муженек крякнул. «Чайник величиной с ноготь. Ну какая от него в хозяйстве польза?» «Никакой?» — пожалая плечами. «Ну и нафига он тогда?» «Да уж, мужчине никогда не понять женскую душу. Зачем делают безделушки?» «Для того, чтобы вы их покупали». «И для лиц сильного пола тоже производят игрушки». «Зайдите в магазин «Все для рыбалки и охоты». Там у прилавков с самым романтическим настроением толпятся мужики. Отчего их глаза страстью горят при взгляде на вожделенные удочки и ружья, а не при виде любимой жены?» «В общем, у каждого свои погремушки». Но я настоятельно рекомендую мужчинам хоть раз привезти в гостиную тетушки Эмили своих женщин. Буря восторга гарантирована. Даже самая суровая и злобная теща растает, рассматривая крохотулечные штукенции. Вот я заявилась сегодня сюда в отвратительном настроении и через мгновение забыла о своих неприятностях. Руки схватили прелестный комодик, прямо как настоящий, только чуть меньше пол-литровой банки. Ящички у него выдвигались, ручки были бронзовыми, передняя панель украшена миниатюрными медальонами. Я просто не сумела расстаться с комодиком и, прижав его к груди, прошествовала к кассе. «Что-то вы сегодня быстро», — улыбнулась приветливая продавщица. «Походили бы еще, поглядели». «Ваш магазин — сплошная разориловка», — вздохнула я. «Последние деньги потратила, муж ругаться станет». «Наплюйте», — махнула рукой девушка. «Мой тоже вечно стонет. Распланируй расходы, живи по средствам, давай на квартиру копить». Как он, интересно, собирается на нее насобирать, откладывая по тысяче рубликов в месяц? Я разок посчитала. Больше ста лет понадобится, чтобы собрать необходимую сумму. А мне через пару десятков лет вообще все равно будет где жить. «Своего знаете, как затыкаю? Чуть он проэкономил, а я в ответ. Зарабатывай больше и меньше на мамочку трать. А то ей шубу купить можно, а мне трусы нельзя». Я взяла пакет с покупкой и потопала к метро. Интересно, под что можно приспособить комодик? Класть в ящички драгоценности? Но у меня всего одна золотая цепочка, две пары сережек и три колечка. Впрочем, скорее всего, он подойдет для хранения ниток и иголок. В великолепном настроении я ворвалась в квартиру и обнаружила, что дома никого нет. На холодильнике покачивалась прижатая магнитом записка. Ушла с Никитой в поликлинику. Тома. Я сделала себе чай с лимоном, вытащила из холодильника глазированный сырок, одним махом проглотила его, облизала бумажку и принялась в деталях изучать комодик. Чем больше смотрю на приобретение, тем больше нравится. Впрочем, Томочке он тоже придется по вкусу. До сих пор катушки валялись у нас в круглой железной коробке из-под печенья, а теперь улягутся в ящички. Я сбегала в гостиную, притащила измятую поцарапанную тару из-под бисквитов, вытряхнула нитки с иголками и начала раскладывать швейные принадлежности, не уставая удивляться красоте комодика. Какие крохотные отделеньица! До чего славные ручечки и медальончики! Наконец, я добралась до последнего ящичка. Аккуратно выдвинула его и увидела сложенную белую бумажку. Наверное, инструкция по пользованию. Ничего интересного в ней нет, знаю наперед. Не держите изделие вблизи огня, не протирайте мокрой тряпкой, не чистите абразивными порошками. Все вещи иностранного производства, как правило, снабжены детальными предостережениями. Самое гениальное попалось мне на бутылочке шампунь для собак, произведенного в Германии. С немецкой обстоятельностью фирма предупреждала. Откройте колпачок, налейте в воду небольшое количество средства, поставьте в жидкость одну собаку, вымойте до чистого состояния, затем высушите животное. Применять только в воде, не использовать нигде, кроме ванной. Не пить, не давать детям, не употреблять для стирки. Хорошо, что предупредили. А то я, тупая до невероятности, могла бы затеять собачью баню в гостиной или коридоре. И уж совсем замечательно, что велели ставить в воду только одну собаку. Представьте теперь, что вы решили помыть три жучки одновременно. Ну кому подобная идея могла прийти в голову? Только сумасшедшему многорукому существу. Замечательнее этой инструкции была только сопроводительная записка на зонтике. Выйдя на улицу, раскройте зонт. Вернувшись в помещение, закройте. В общем, бабе цветы, детям мороженое. Смотри, не перепутай. Я вытащила бумажку, развернула ее и удивилась. Инструкция была написана от руки нервным женским почерком. Но уже через секунду стало понятно. Передо мной письмо, не имеющее никакого отношения к безделушке. Помогите. Если кто прочтет это, помогите. Боярская Любовь Кирилловна, улица Баскакова, дом 9, квартира 17. Может, успеете. Меня убивают. Спасите, умоляю. Попросить некого. Он уже совсем отравил меня. Никто не верит. Нет. Умоляю. Придите. Я чет не выронила листок. Ну, ничего себе. Каким образом это послание попало в комодик? На душе заскребли кошки. Мой муж служит в милиции. И я хорошо знаю, какова криминогенная ситуация в городе. Олег очень не любит, когда я вечером в темноте иду одна по узкой улочке от метро. И еще он всегда предупреждает. Если к тебе подошли, показали нож и потребовали кошелек, шубку, колечки, немедленно отдавай все. Глупо умирать из-за ерунды. Но это письмо... Может, его нацарапало сумасшедшее? В Москве полно людей, которые видят НЛО, слышат голоса и запросто разговаривают с инопланетянами. Олега целый год изводила старушка, ухитрявшаяся невесть как, не имея пропуска, проникать к нему в кабинет. Бойкая бабуся просила расстрелять соседей, которые пускают в ее квартиру отравляющий газ. Бедному Куприну, чтобы избавиться от ненормальной, пришлось отправиться к ней домой и просидеть пару часов в ванной, пока ее не заполнил резкий сладкий аромат. «Вот, чуете?» — обрадовалась бабка. «Газ пошел». Естественно, Куприн сразу понял, в чем дело. Просто люди из соседней квартиры воспользовались освежителем воздуха. У нас самих в туалете стоит такой, только не цветочный, а пихтовый. «Ты объяснил ей, в чем дело?» — спросила я, когда Олег, смеясь, рассказал эту историю. «Нет», — покачал головой муж. «Все равно не поверит и начнет бегать по другим кабинетам, рассказывая, что я в сговоре с преступниками. Я сделал лучше». «Ну?» — заинтересовалась Тамарочка. «Что же пришло тебе в голову?» «Сгонял в магазин», — захихикал Олег. «Купил антитабак в аэрозоле и вручил старухе со словами. Вот вам нейтрализатор. Только почуете отраву, сразу пшикайте. Действует стопроцентно. Теперь бабка раз в три месяца является за новым нейтрализатором, и мы нежно расстаемся. Вы не поверите, у нее прошли все болячки, даже давление пришло в норму. Вот она, великая сила гипноза». Я повертела в руках записку. «Минуточку. А как она попала в комодик? Неужели в гостиной тетушки Эмили торгуют подержанными вещами, выдавая их за новые?» «Ну и ну! Полное безобразие!» Охваченная справедливым гневом, я схватила безделушку и ринулась назад в гум. «Что вы?» — замахали руками продавщицы, услыхав мое негодующее. «Это вещь, сданная на комиссию. У нас только новые товары. Они просто выглядят так, их искусственно старят», — пояснила девушка с бейджиком Лена. «Ну прикольная-то, вроде потертая, потрескавшаяся, а на самом деле новехонькая. Слышь, Ань, покажи книгу учета». Рыженькая Анечка нырнула в подсобку и мигом приволокла здоровенный том. «Вот, смотрите», — сказала она. «Картины прибыли из Англии зимой, а ваш комодик привезли три месяца назад из Италии. Их вообще-то десять штук было. На сегодняшний день остался один, тот, который вы приобрели». «Извините», — пробормотала я. «Ничего», — заулыбалась Лена. «Приходите еще, скоро мишки поступят, такие классные, в шапочках и костюмчиках». «Что вас так взволновало?» — поинтересовалась Аня. «Я вытащила бумажку. Представляете, нашла в нижнем ящичке». Аня взяла листок и, забыв про профессиональную учтивость, заявила. «Во блин, ну придурки». «Кто?» — заинтересовалась я. «Ну эти!» — замялась девушка. «Из городка Вильямса». «Откуда?» — не поняла я. Аня с Леной переглянулись. «Да так. Нет уж, расскажите». Лена вздохнула. «Вы вроде как наша постоянная покупательница. Ладно, слушайте». «Гостиная тетушки Эмили существует уже давно, причем это сеть магазинов». Они есть не только в Гуми, просто здесь самый большой выбор, да и новинки прежде всего поступают именно сюда. Долгое время гостиная тетушки Эмили была монополистом на рынке, но потом на соседней улице открылась похожая торговая точка под названием «Городок Вильямс». Его продавцы сразу повели себя некорректно. Всем покупателям они, не стесняясь, говорили. «Только не ходите в гостиную тетушки Эмили. Торгуют жуткой дрянью по завышенным ценам». «Но людей не обмануть», — сердито объясняла Лена. «Всем тут же стало понятно, что товар у них отвратительный и страшно дорогой. И ходить к ним практически перестали». Тогда владельцы новой торговой точки решились на терроризм. «Такие гады!» — влезла в разговор Аня. «Начали нанимать всяких проходимцев. Но представьте, вечер, тут полно покупателей, появляется грязный бомж и принимается кашлять. Естественно, все разбегаются кто куда». «Или бабка припрется?» — вздохнула Лена. «И давай товар цапать и ломать. А какой с нее спрос?» Продавщицы сначала думали, что все неприятности происходят от того, что гостиная тетушки Эмили расположена у самого входа в ГУМ. Но потом они поймали подростка, которая втихаря засовывала мороженое в шкатулочку, и пригрозили вызвать милицию. Паренек тут же разрыдался и сказал, что его наняла за сто рублей прилично одетая женщина. Обозленные Аня и Лена поволокли мальчишку в городок Вильямс, и юный террорист мигом указал на одну из продавщиц. Разгорелся дикий скандал. Негодяйка сделала большие глаза и заявила. «С ума сошли! Первый раз вижу этого оборванца. И вообще я сегодня ни на минуту не покидала рабочее место. Мальчишка врет. Пусть докажет, что деньги я ему дала». Так и не добившись правды, Аня и Лена вернулись назад и теперь очень внимательно следят за посетителями, потому что конкуренты не успокаиваются, придумывают все новые и новые пакости. «Вон чего теперь удумали — записочки подкидывать!» — возмущалась Аня. «Да еще с адресом!» — кипела Лена. «Поехать бы туда да по шеям надавать!» — не успокаивалась Аня. «Да небось адрес от балды и взят!» — вздохнула Лена. «Им же надо от нас покупателей отвадить. Вот вы пришли с претензией, а другие не поедут, просто решат, что мы обманщики, торгуем подержанными вещами, как новыми, и больше сюда не сунутся». «Чтобы городок Вильямс сгорел!» — топнула хорошенькой ножкой Аня. «Мерзавцы!» «Акулы торговли!» — вторила ей Лена. «Я ведь даже знаю, кто и когда записку подсунул!» «Ну?» — подскочила Аня. «Кто же?» «А помнишь, весной мы только получили комодики и выставили их в зале?» — тетка заявилась, такая дерганная в шубе с мороженым. Все головой по сторонам вертело. Мы еще ей сказали, что в магазин вход с едой запрещен, а она разоралась. «Мне надо, хочу и войду!» А потом уронила стаканчик, и нам пришлось пол мыть. «Точно!» — подскочила Лена. «Вот пакостница! Нарочно ведь пломбир по полу растоптала, а потом целый час по гостиной шлялась и ничего не купила. Она мне тогда просто хамкой показалась. Эти из городка либо бомжей, либо старух убогих нанимают». Дама-то выглядела обеспеченной. Шуба, кольца, серьги. И вела себя уверенно. Неужто такая на сто паршивых рубликов польстилась? «Почему бы и нет?» — пожала плечами Аня и повернулась ко мне. «Уж извините нас. Езжайте домой. Комодик совершенно новый». Слегка успокоенная я вышла из магазина, потолкалась в переходе, дошла до метро, села на лавочку и еще раз перечитала письмо. Отчего-то в сердце ржавым крючком сидела тревога. Вдруг нечестные конкуренты ни при чем. Вдруг неведомая Любовь Кирилловна и впрямь нуждается в помощи, а письмо засунуто в комодик в последней надежде. Так моряк, попавший на необитаемый остров, швыряет в равнодушный океан бутылку с координатами своего местонахождения. Нет, пока я сама не убежусь, то есть убедюсь, то есть не убеждусь. Отчаявшись найти правильную форму, я пошла к книжному лотку. Сейчас куплю Атлас и найду там улицу Баскакова. Самое интересное, что она оказалась почти рядом, шла перпендикулярно солянке. И я добралась до места буквально за пятнадцать минут. Дом номер девять прятался за зеленой полупрозрачной тканью. Очевидно, шел ремонт фасада. Я стала заглядывать под чехол, ища вход в подъезд. — Эй! — окликнул меня молодой парень в каске. — Чего надо? — Как пройти внутрь? — А зачем тебе? — В гости иду, в семнадцатую квартиру. Строитель улыбнулся. — Опоздала. Все выбыли. — Куда? — удивилась я. Юноша вытащил сигареты. — По разным местам, непонятно разве. Здание пустое, жильцы выселены. Тут только я увидела выбитые стекла и поняла, что рабочий прав. — А где люди? — Так квартиры получили. Небось, рады радешеньки. — Почему? — Здесь сплошные коммуналки были, а теперь банк откроют. Народу хоромы дали. Самое лучшее, когда не муниципальные власти, а богатые структуры расселяют. Они метры не считают, а мэрия жадится. — И куда все съехали? — парень развел руками. — Понятия не имею. — А вам зачем? — Подруга у меня тут жила, в семнадцатой квартире. Как ее теперь искать? На секунду паренек призадумался, а потом посоветовал. — Вы поезжайте на Волгоградский проспект. Там офис обман банка. Найдете того, кто людей расселял? Списки-то наверняка сохранились, кто куда и в какую квартирку съехал. У финансистов бумажки хорошо сохраняются. — Как вы сказали, называется учреждение? — удивилась я. — Обман банк? — Ну да, — пояснил строитель. — Объединенный Московский аналитический банк. А что? — Ничего, конечно. Кроме того, что я никогда бы не доверила ни копейке учреждению с подобным названием. Я вздохнула и ушла.